Здравствуйте, меня зовут Украин Фёдоровна, это мой коллега Сергей Завгородний. И сегодня мы вам расскажем про мифы, стереотипы исторической направленности, которые возникли по разным союзам в разном периоде времени. И, как говорил Натан Брошель, владеет информацией, владеет миром. Соответственно, мы хотим вам рассказать, указать те мифы, которые не имеют никакого отношения к правде, и чтобы у вас лучше сложилось впечатление о том, как было на самом деле, что уже доказалось, что имеет плохое домочное обоснование и так далее, что вполне вся выдумка. И мы начнем, наверное, с античности. Есть прекрасный фильм, который называется «Гладиаторный», который вы все видели. И император Хамот, которым показан антагонист на главного героя, он показан как полнейший террор, узурпатор, который сыргает своего отца, убивает его. С точки зрения кинематографа, это очень красивая художественная выдумка, потому что, на самом деле, он своего отца не убивал, и отец был приемным. И второй момент, то, что в тот момент времени, когда правил Ковнот существовал, форма власти, императорская форма власти была принципат. И получается, что император не была всеми теми полномочниками, которые, как мы привыкли, видеть. То есть у нас император – человек, который обладает абсолютной властью и придает власть по наследству. В данном случае это император было чуть позже, спустя первопоколение. Так оно и будет в Минской империи, но в том времени так еще не было. И Сенат мог влиять на те или иные решения императора. Собственно, с Сенатором Ковнот боролся. Поэтому мы не можем сказать, что в то время Ковнот допускалась в то, что происходило в фильме. А в фильме он говорил о всякой жестокости. В действительности, из-за того, что мы знаем про Ковнот, то что он участвовал в ретерских боях. Это действительно было, он это любил. Но это не поощрялось народом, потому что считалось, что это такое, где-то для того времени это считалось примерно что-то таким нишевым. А на уровне театра, который в этот момент был, то, что недостойно правителя. И в целом, ну, для общей массы народа это может быть популярно, но это неизвестно какое-то развлечение. Иператор точно не должен такому участвовать. Но ему было, в принципе, все равно. И он мог себе позволить. Вот, это то, что мы точно знаем про Ковнот. Касательно главного героя, тренажный персонаж, его точно не было. И то, что бывший военачальник становится гладиатором, ну, история такого пока не видела. В данном случае. Что нам еще можно рассказать про этот фильм? Мы думали рассказать про доспехи, которые были в этом фильме представлены. Ну, там, плюс-минус, все с ними было хорошо. То есть, он доспехи, которые представлены, и, соответственно, он в этом времени. Единственный момент в самом начале фильма, в самом начале, я сражаюсь с фарварами, с фарварами. Там стреляют катапуртами по лесу. Ну, это как минимум красиво, зрелищно, но абсолютно непрактично. Вот. И, наверное, я перейду, передав слово Сергею, у него будет более подробный, правда, другой период. Что касаемо фильмографии, очень популярное мнение существует о том, точнее, о средневековье. Это довольно мифологизированный период времени, в котором очень-очень много предрассудков, предубеждений, например, европейцев. И одни из них, эти предупреждения, это о викингах, о эпохе ранней Руси. Соответственно, в нашем кинематографе отличительном отличился фильм «Викинг» с Данилом Козловским, вот, собственно, постер его. В чем претензия к этому фильму основная? Когда мы не берем доспехи, мы не берем то, как они там одевались и как они себя вели именно в фильме, нам конкретно интересен образ Владимира. В этом фильме он показан, ну, совсем не так, каким он был на самом деле. Потому что человек, который привел к монотизистической религии целую Русь, прозрозную, довольно-таки, княжество, он не мог быть мягким. В этом фильме не показано ни одного убийства, которое было совершено Владимиром. А он был грозным воином в действительности, казнил много людей и привел к христианству кровью и огнем. Что касаемо эпохи викингов, есть такой прекрасный сериал о «Викинге», более-менее реалистичный, наверное, отображен был только первый сезон. Все остальное – это практически все выдумка. От женщин-воительниц, которые были тогда в очень ограниченном количестве, и явно правительницы, они не участвовали вот так в боях. Например, Раднер, который у нас изображен лысым, точнее, обритым, с татуировками на голове, это еще одно клише, которое, думаю, что действительно были такие прически интересные и лысые головы. Но лысая голова у викингов, у народов севера, это считалось отличительным чем-то от рабов. То есть рабов обривали, делали какие-то татуировки, и явно правитель того времени, того региона, он не мог ходить лысым. Ну, если только у него по здоровью это позволялось. То есть он сам облысел натурально, но он, скорее всего, поносил шапку и не светил своей голой головой. Ну, обилие кожи, соответственно, кожный доспех, он ни от чего не защитит, более-менее адекватно режущего или от топора. То есть носили кольчуги, вполне себе обычные кольчуги для того времени, которые по всей Европе распространялись по Ближнему Востоку. Незащищенные головы вечно показывают, без шлемов каких-либо, то есть ни от стрелы, ни от меча, ни от чего это не защитит. Что касаемо более продолжительного периода Средневековья, уже от раннего, скорее переходим к среднему и высокому, существует такой миф, что с гигиеной было все очень плохо в Европе. То есть были бани на Руси, а там они ходили грязные, мылись раз в жизни, может быть два, когда родились и умерли. Но это не соответствовало действительности, потому что в отсутствии гигиены развивались бы болезни. Да, они тогда существовали, но не в таком количестве, что можно было вообще не мыться. И второй миф, самый, наверное, интересный, который люди до сих пор думают, что так и есть, это миф об оружии и доспехах и прочего снаряжения той эпохи. Сейчас разберем поподробнее. Что касаемо гигиены. Перед вами герб города Баден, на нем изображена катка с водой, соответственно, это один из символов города, это баня. Их было очень много, и по запискам чиновников тех времен, около 80 терм сохранилось в Бадене. Это была Германия, то есть не Рим, который показывали в античности, где все там ходили в бане и отдыхали. Это Германия, который, можно сказать, крайняя земля у римлян, куда доходили бани. Соответственно, мы можем увидеть также изображения в манускриптах, где люди купаются в бане, принимают пищу, пьют, развлекаются. Это соответствовало не только действительности средневековой, но также античности и позднего средневековья, и раннего, и среднего. То есть, всем прекрасно мылись, отдыхали, развлекались. Что касаемо мыла. Здесь мы можем увидеть образцы средневекового мыла, на котором отображены гербы производителей, количество этого мыла, кусковое. Такое мыло использовали в начале 14 века. В более ранний период использовали жидкое мыло, которое делали на основе оливкового масла, либо животных жиров. Соответственно, с мылом тоже все было в порядке. Так, если есть мыло, значит, есть потребность в нем, если его производили в таких масштабах, что нужно было даже свои пометки ставить в своих фирмах. Перейдем к теме доспехов. Перед вами полный латный доспех, вершина доспехостроения средневекового, который уже в позднем средневековье был. Вес этого доспеха не превышал полное снаряжение с оружием 45 килограмм. То есть, миф о том, что доспех мог весить 100 килограмм или 120 килограмм, какой есть, что рыцарь, который упадет с коня и не поднимется из-за веса доспехов, и что ему нужно было помогать забраться не только на коня, но и просто на ноги встать, это совершенно неправда. Да, рыцарь мог не встать после падения с коня, но это скорее было причиной того, что он упал с коня, очень довольно-таки высокого животного. И, возможно, был перелом позвоночника всего лишь. Прекрасно можно было двигаться в подобных доспехах, даже полных латных. Что касаемо ранних эпох, такого бронирования не было, доспехи весили намного меньше. То есть, если этот полный латный для конного боя не превышал 45 килограмм с оружием, довольно-таки тяжелый на самом деле, например, копье оно могло весить до 5 килограмм, то более ранние варианты, они могли весить и 20 килограмм, и 15, и 17. Кольчужный доспех, он, в принципе, весил не так уж много, и снаряжение воина могло весить до 25 килограмм. Соответственно, второй миф, который связан с той же эпохой, это оружие. Вес оружия, вот, например, королин на данном изображении, не превышал полутора килограмм. Скорее, был даже меньше. То есть, 1200 грамм – это стандартный вес одноручного меча. Двуручные мечи, огромные, свайхандеры, они могли весить 3-4 килограмма. То есть, это не что-то неподъемное. Существует, есть такое понятие, как двухпудовый меч. Или, например, Александр Невский, который изображался таким огромным мечом. И у нас, даже я учился в институте, был преподаватель по истории, который сказал, что наши воины сражались с двухпудовыми мечами. Ну, что вызывает улыбку, как минимум, потому что двапуда – это 32 килограмма. Это невозможно тяжелая железяка. Попробуйте такой помахать. Ее поднять одной рукой, тем тяжело. То есть, совершенность, соответственно, действительности. Например, боевые топоры, тех же самых викингов, о которых мы говорили, не превышали 900 грамм. Короткие мечи, либо короткие клинки, они не превышали 500-600 грамм. То есть, довольно-таки легкое оружие, которым можно было сражаться от получаса до двух часов и сильно не устать. В пример можно привести современности, что у нас в России существует такой комплект боевого снаряжения ранен. Вес этого комплекта в полном снаряжении, с оружием, с боекомплектом не превышает 25 килограмм. Что примерно равно тому, что носили люди средневековья. То есть, мы примерно предполагаем, что воин того времени и нынешний воин он носит столько же. А порой даже бывает и больше. Если, например, бронтаметчик, он может и 30 килограмм на себя таскать. Как еще снаряжения. То есть, возможно, даже мы сейчас носим то, что намного тяжелее, что было ранее. Что еще можно сказать про эпоху Средневековья? Это повальная безграмотность. Существует такой миф о повальной безграмотности, об отсутствии какой-либо культуры или даже письменности у кого-то. Но это тоже можно различать, потому что закончилась античность, закончилась Ирибская империя, но развитие не остановилось. Например, мы можем обратить внимание на архитектуру. Яркий пример это готическая архитектура в Германии. На самом деле задворки Европы, потому что центральное развитие было во Франции и в Италии цивилизацией. Но, тем не менее, германцы смогли спроектировать, самое главное построить такие грандиозные соборы. Все то же самое касалось и французов. Если подчеркнуть еще момент гигиены, то в той же Франции практически во всех крупных городах существовала канализация. Еще со времен античности, и она не была заброшена, ей пользовались до конца Средних веков, до репостива Возрождения. Передаю слово Федору. Он сейчас расскажет об одном легендарном персонаже в нашей российской историографии и о других, и более занимательных вечностях. Я для начала чуть-чуть дополню касательно Средних Кобей и мифов. Это в 14 веке вышла от анонимного автора поэма, называется «Серга Вене зеленый рецепт». Поэты Вене сделали фильм, но фильм вышел, мягко говоря, вообще абсолютно не похож даже близко на поэму. Но суть в чем? Автор этого 14 века, когда описывал доспехи, это «Серга Вене» — это «Кремень короля Артура». Ну, артурианщина, миф про короля Артура. Он описывал доспехи и все, что там происходило, исходя из того времени, в котором он жил, и в это время те доспехи, которые он описывал, были актуальны. То есть, если мы рассматриваем «Кремень короля Артура» как вождя Бритов, полурегендарных персонажей, как вождь Бритов, и он оттуда исходит в дальнейшем мифологии. Вот. То это пятый, шестой век, и он там точно не мог выбить тех доспех, которые описаны. В дальнейшем это начало двадцатого века, они здесь, да, сверху, как «Кремень короля Артура», его все это артурианщина красиво рисуют. Доспехи делаются просто потому, чтобы они были красивыми, то есть там добавляются доспехи уже более позднего периода. Соответственно, с полной неразберега, как должно на самом деле выглядеть доспехи у человека, потому что «погадно, спасибо» и все. А человек в транслянике написал именно то, что вот он видел, вот он видит, что там вот такое вот кольчужное снаряжение, и он пишет про это, что вот так должен выглядеть там «Кремень короля Артура» или «Саргавэн» на каком-то доспехе. Хотя это не соответствовало. Вот, то есть сами мифы могут раздаться абсолютно по разным путям, в частности это из какой-то фильмографии, там, гов-культуры. И я чуть позже разотронул вам эту песню, которая тоже мифологизировала слегка образ, один случай в истории нашей страны. Но перейдем к Ивану Грозному. Собственно, Иван Грозный у нас известен как всеязычайно жестокий правитель, но давайте посмотрим немножко с другой стороны, это 16 век, что в 16 веке происходило в целом в Европе и других странах. Итак, начнем, у нас будет, ага, у нас Генрих Восьмой. Генрих Восьмой – это Англия, человек, вовсю разбираясь своими политическими оппонентами, очень жестокий кознит. Человек, правитель, ссорился с папой римским, начиная с того, что он выходит замуж, ой, прошу прощения, он женится на сестре своего брата. Папа римский отказывается принимать, и говорит, что с точки зрения консианса такое не соответствует. Дальше у них начинаются конфликты, тут у нас приходит Марс Манютер примерно в это же время, и группа начинается реформация, на зачатке, сначала Генрих Восьмой выступает против Марс Манютера, потом он ссорился с папой римским, папа римский отключает его от церкви, и в Англии встает момент, когда главой церкви становится Генрих Восьмой поляреформом, параллайн подтверждает, что он становится главной церкви, и это Англиканская церковь, это уже тоже ветк протестантизма. Вот, но чем дальше это известно? Задолго до того, как в Советской России разбирались с монастырями, церквями и так далее, и все как-то переделывали, этот человек в тот момент времени отхал 400 монастырей, он отнял их территорию, на территории Англии, а монастырита было очень много у них, он отнял у них земли, раздал своим дворянам и забрал себе. Это первое, что он сделал. Далее, у него был шерезон, что за то время, в принципе, тоже не совсем норма, двух из них он казнил. Звумя, он, конечно, развелся, двух казнил. Можно и считать, что этот человек был жестоким, с точки зрения нас, современников, наших современных людей, это жестоко, наверное, разграбил, казнил практически оппонентов, кто с ними согласен, казнил жен, потому что он то в измене не улечил, то еще что-то. Наверное, жестоко. Но мы перейдем чуть дальше. Екатерина Медича, королева Франции, штан Стирент. Есть такое известное действие, парфоломейская ночь, правда, это была не ночь, а продолжалась на протяжении четырех недель, если не ошибаюсь. И по разным подсчетам католики, которые были в Франции, очень высокая справа с губенотами, это протестанты, и по разным оценкам погибло от пяти тысяч до трех тысяч человек, до тридцати тысяч человек на протяжении до двух месяцев, получается. То есть вот что такое пять тысяч, тридцать тысяч, это поселок городского типа, небольшое население, либо уже небольшой город, да, то есть, ну, представьте, как это за месяц, просто вырезается население определенное, потому что оно другое веры. Жестоко? Наверное, да. Переходим к следующему человеку. Это у нас Туримат Первый. Он бросался походами, завоеваниями, и, ко всему прочему, когда он прибыл на территорию, была бита при Махачевке, он называется принципиальным состоянием поставок, а это он завязался с венгерами, и во все сложности, когда ему проиграли, проигравших казнили, и возле его палатки, для меня, или в байках, или действительно, ну, положили на две тысячи голов возле его палатки, в знак того, что, ну, убедили. Вот, когда мы пленок почти не брали, только мы женщины стояли живых, всех с них там вырезали. В общем, проще было само убиться, чем попасть к османам. Вот, есть еще один персонаж того же периода, тоже 16 века, это Филипп Второй, и если вы читали его, смотрели, или недобротели в МСП, или Ладон, в Кузаках, то вот там описано, как раз-таки, Филипп Второй, человек поставился с чем? При нем высполала инквизица на территории Испании, а потом у них началась Нидерландская революция, потому что Нидерланды были частью тогда подчинялись Франции, ой, в Испании, и там началась тоже резня протестантов. И это был довольно-таки долгий период. Вот, и, исходя из всего, мы не можем сказать, что Иван Гроссин по отношению к своим современникам был довольно-таки жестоким, потому что для того времени скорее было норма. Это ненормально, но в целом норме тоже происходила такая жестокость, что-то вырезалось, что-то громилось. Просто у нас это, у нас Ивана Грозного уже преподнесли как очень такого сурового тирана, который там всех убивал, куда-то безумие. У Карамзина очень много написано было еще, если углубляться, примерно когда это стал демонизировать образ Ивана Грозного, это Карамзин, 19-й, 17-й, по-моему, я. Вот, он расписывал, и, может, что почитает, там прям вот, очень, все про плохом, ну, по этой духе, расписано при Иване Грозном. Тут же картина Рейпина у нас, и Ивана Грозного, первое своего сына. Вот. Собственно, исходя из этого, можно сделать вид, что, точнее, можно рассказать, что до того времени это было нормально. Для нас это, наверное, да, будет очень жесток, но, да, это была норма, и он ничем на этом фоне, после того, как с ним выделялся, у него было ряд реформ, у него было какие-то минусы, плюсы, как у любого правительства, там, из минусов просто, например, в Ивановскую войну, из плюсов у него, там, другие, азофальческие войны, но, тем не менее, это просто правитель, который на фоне той же Екатерины Медичи, я думаю, что он хуже ее, честно говоря. Как минимум, он не преследовал иноверсов, но и, в принципе, там не то, чтобы были. Патисантов у нас еще не были. Вот, далее. У нас есть прекрасный миф про продажу Аляшки при Екатерине Второй, потому что, когда спрашивают человека, когда продали Аляшку, он говорит, нет, при Екатерине Второй, но при Екатерине Второй начали только осваивать Аляшку, и при ней продать, в принципе, не могли. Есть у нас песня группы «Любэ», где поется строчка, «Екатерина была неправа», и как раз такие песни про США, про Аляшку, песни не имеют никакого отношения к тому, что Екатерина сделала. Кто же на самом деле являлся тем человеком, который продал Аляшку? При Александре Втором был у нас муравьев Амурский. Памятник этому человеку, вы могли видеть на пятитысячной купюре. Он был генерал-губернатор в Восточной Сибири, это Дальний Восток, Сибирь, восточная часть. Там он, собственно, памятник сет, где в Востоке, в Благовещенске стоит. Собственно, человек понимал, что на тот момент времени единственное, что добывалось на Аляшке, это пушнина. Пушнина продавалась, и за счет этого чиновничный аппарат, который там еще находился, ну, ряд чиновников, еще что-то, государство могло как-то обеспечить, и, в принципе, выходило в ноль, потому что это все окупалось, пушину продавали, и те затраты, которые были на Аляшку, они, в принципе, выходили в ноль, да, я всех это устраивал. Вот переутрение, потом, Мраев Мурский понимает, что у нас логистикой проблемы, на тот момент, Дальний Восток, в принципе, еще так не освоен, как будет позже, но, да, в скидку, допустим, на территории нынешней Миконосской области там было всего три казачьих поселения, всего три казачьих поселения, начало с 18 века, вот, с 1704-го, с 1705-го годов, и в целом там дальше заберем Чикутку, Камчатка, очень мало, что там было населено и так далее, вот более южная часть, это Благовещевка, Мурская область, там нынешняя, они там еще более-менее осваивались, если то там, снова были свои нюансы, вот, и он объясняет, что у нас есть проблемы с логистикой, у нас сейчас, это пока рентабельно, но потом нужно будет, потом у нас будут минусы, по поводу Аляски, мы будем тратить на нее деньги, мы ничего не получаем взамен, и в целом территорию, которую мы в данный момент вообще никак не можем не защитить, ничего сделать, если приедут США, они ее захватят, так может мы просто подойдем туда США, останемся в хороших отношениях с ними заранее, и забудем, потому что мы ничего с этим сделать не можем, собственно так, Аляску продали при Александре Втором, переходим, наверное, дальше, задам выполнение, хочется сказать о том, какая была логистика в то время, например, экспедиция, которая направлялась с Санкт-Петербурга, либо с окрестных областей Западной России, добиралась до Аляски в течение двух лет, то есть один год уходил на то, чтобы идти на Дальний Восток и перезимовать, например, в Хабаровске, или в Владивостоке, затем второй год, это уже путь на север, через Чукотку, именно на Аляску, соответственно, пока ты доберешься туда, пока ты что-то привезешь обратно, пройдет 4 года. Там условно, или сколько, или сколько, или сколько. Можно спросить? А на сколько лет продали именно навсегда? Ее продали, есть расхожее мнение, что дали в аренду, несколько лет, но нет, ее продали именно. Навсегда? Да, я продаю навсегда. Ну, 99 лет, точно давно уже прошло, там, 1667 года, а 99 лет прошло уже точно. Я могу сказать, почему существует такое мнение, что на 99 лет, потому что на тот момент велись переговоры не только с американцами, но и с Британской империей. Соответственно, Канада, это как часть Британских империй на тот момент тоже была заинтересована в какой-то степени в этих землях, но они хотели взять за меньшие деньги, во-первых, и в аренду, что нас не особо устраивало, потому что мы хотели сейчас денег побольше, и земля эта нам особо не нужна была. Почему именно аренда? Потому что был уголков, правильно же, у китайцев, которые были взяты в аренду? Ну, в целом, была же постоянная практика, то, что брали некоторые земли в аренду на какой-то большой срок, с планом на будущее, захвата в случае чего, то есть мы не будем выплачивать сенсуну, потом можем захватить, то есть была такая практика, и именно у англичан, потому что, например, с Донконгом они проворачивали именно такую схему, что 99 лет мы здесь посидим, и потом мы, скорее всего, останемся. И то же самое предложение поступало в сторону Аляски. Они понимают, что они, скорее всего, заберут раньше, и через 100 лет они ее точно захватят. И Александр II, зная такую практику, решил продать Америке. Дальше. У нас есть полет на Луну в США. В паблике отеля «Погибший историк» я размешал большое количество ссылок на американские сайты и так далее, где хранится очень много информации, но если людей не успевают, американцы, потому что, по-нему, дело они будут относиться к этому более предвзято, они будут сельские докажут, что это мы летели. Ну, в некотором случае есть того же периода, примерно советская книжка называется «Ракетостроение. Том 3». Автор Шунейко Иван. Это выпущено от Партака Государственного комитетного совета министров СССР по науке и технике. В общем, там выпущено ракетостроение 63-го года. Это первый том, 63-й год, второй том, в 66-м, 67-м, а в открытии, в 73-м году. Вы можете найти эту книгу на свободу список, читайте, можно онлайн, как хотите. Там вот такой огромный список технических характеристик, там формулы, кому интересна астрофизика, астрономия, там ракетостроение, там очень большой список именно разбора советской стороны, с кучей приведенных ниже, потом ссылок, на то, чтобы действительно летало в космос. То есть, в этом плане у нас все довольно-таки просто. Касательно есть интересные ссылки американцев, там у них есть и промо грунта, тоже размещены, и фотографии, причем разного качества, и документы. Ну, тут вопрос просто тоже веры, касательно там флаг трипухался, не трипухался, в смысле по-разному, там тоже очень много всяких книгностей, я сейчас не буду даваться подробностей именно технической стороны, мне это сейчас меньше интересует, какую-нибудь астроному можно искать, любителя астропических, искать лучше это. Меня конкретно интересовало, если у Советского Союза, на тот момент, который находился в состоянии холодной войны США, и который наверняка сказал, что ну, вот эти не могли летать, потому что вот, нет, в Советском Союзе выходит книга, сейчас уже большое время, про то, что, да, летали в космос, но разбор там очень детальный, на самом деле, там схем очень много по поводу рейки-достроения, как она еще происходила, и так далее, вот, потому что, ну, людей это интересовало, и никто тогда не вставил, а-а-а, никто не говорил, что такого и не было, вот, потом, да, уже началось, ну, тем не менее. Почему сами не прилетили? Вопрос уже, ну, примерно так же, как у нас с прошлого, с основным рейки-строением что случилось. Насколько ты не успели? Там и не успели еще, но я сейчас не буду отзываться. Не, ну, вообще, именно не летали же. Ну, больше даже никто не летал, ну, все. Только спутники отправляли? Да. Ну, исходя из того, что сейчас у нас, в принципе, там, мы запускали, когда последний раз крут корабли, там тоже что-то и взрывалось, там музыки и так далее. Ну, там что-то вообще, да, если близким летел, то мы чему хотели. То есть, ну, тут такое, это скорее было через скорое мероприятие, если бы оно вернулось неудачей, я думаю, мы сейчас не было бы ни книжки, ни вот этого кадра, ни всего остального. Вот. Кадр, по-своему, деле, много, но тем не менее. Вот. Если у вас есть какие-то еще мифы, которые, или вы что-то слышали и хотите узнать, можете спросить. Если у вас тут есть миф про водку, то, что изобретает неделеем, то тоже, как бы, миф будет абсолютно неверно, вот, потому что он там скорее формулу подбил, как именно, чтобы 40-градусная была, и все, не более. А можно еще вопрос на стол, спросите, а вот, алясу полно 7 миллионов долларов вы продали, что это такое? По документам, что он что-то вроде едут. На тот момент времени, да, там не то, чтобы все нагонялись за цены, там была задача именно продать, чтобы в дальнейшем не было с этим проблем. А известно то, в настоящем мифах это какая примерность? Слушайте, если сейчас переводить, я вам сейчас не переведу так примерно. Можем где-то сейчас поискать, но у меня нету сейчас скальпулятора подбуком, чтобы вот так вот. Тут стоимость на нынешний курс перевести. Вот. Ну, там, сколько в год, не сильно большая сумма была за полетом. Вот. Ну, логически очень много опиралось там. Ну, представьте себе, тот момент времени, у нас в тот момент даже еще не было Владивостока, как минимум. Это Моядефорт изначально, который должен был оберегать от Японии, но он не пригодился. Вот. Он появился уже позже, титя на остовеньке, а концы, титя на остовеньке. Там, в целом, все очень было плохо развиваться на Дальнем Востоке, и, то есть, ну, куда дальше? В другой страны, вы просто не поплывете никак. Вот. Потом, что за 20 веки с этим стало проще, горятка стала проще забираться по Дальней, и развивалась в Дальний Восток. Вот. Но, это все случилось в 19 веке. Одной из важнейших причин, на самом деле, почему требовались деньги прямо сейчас, и в большом количестве, ну, хотя бы в каком-то количестве, если мы будем помнить, что продали в 1867 году, а отмена крепостного права у нас прошла всего шестью годами ранее, и выкупные платежи, которые компенсировались со стороны государства помещикам, это были огромные суммы, которые нужно было откуда-то брать, и в скорейшем темпе это нужно было делать, вот, соответственно, вот эти деньги, они могли пойти и на платежи в экономику страны. А это не к доллару, мне интересно? Ну, то есть, к доллару, ну, конечно, не в долларе, что, скорее всего, все это переводило из золота, но, просто, эквивалент, это деньги, доллары, всегда, все тогда было привязано к металу. Или как сейчас? Да, и нужно учесть, что на тот момент времени, в шестьдесят пятом году, вот, закончилась гражданская война в США, вот только-только, а у них куча милитаризированного населения, которое нужно было тысячей девать, то есть, в случае чего, ну, после кровопролитного стражения, после кровопролитного война, там, сколько у них, шестьдесят первых, шестьдесят пятых по война, вот, у них вот шестьдесят седьмом уже продаем, потому что мало ли, что дальше, непонятно. Ну, тем не менее, когда явилось такое понятие, как золотая лихорадка севера, да, как раз после продажи, чтобы это милитаризированное население, после гражданских войны, куда-то отправить, потому что, ну, это огромное напряжение для государства, вот, был придуман, ну, не безосновательный, такой слоган, что нужно идти на север, там золото, там вторая золотая лихорадка, так же как рассвоение Запада, соответственно, тоже начиналось с золотой лихорадки, в Калифорнии. Ну, Джек Оландо очень хорошо про это написано, потому что он помнил, насколько я помню, где Джек Оландо бывал, он везде это описывал, то есть, он там, он Гавайях писал Гавайях, Аляска писал Аляску, вот, и про Клондек, то есть у него было, и он киссировал все. Это есть из художественного произведения, про тот быт и нрав, это когда происходило, вот, по поводу Аляски. Еще вопрос, вот Иван Грозный и опричники, это миф или правда? По поводу, то, что опричники существовали, правда, то есть, в каком формате имеете ввиду? Да, 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 то, что как-то записывается, что они там могли просто там указать на кого, казнить, ну, там, те, кто не настолько все сурово происходило, все равно какие-то свод законов присутствовал, то есть, все можно, что нельзя, это, наверное, как больше сравнивать с импезицией, у нас есть, я просто упомянул уже испанскую импезицию, если в испании импезиция бесчестовала, есть другие подтверждения, когда импезиция не бесчестовала, а придерживаясь каких-то формальных условностей, то есть, если человека чем-то увлечали, могли, допустим, не казнить там, не пытать, а провести, допустим, показать технологическое давление, сделать ему, совершить экскурсию по-пыточной, показать ему просто инструменты, с объяснением, что каждый инструмент делает, вот этот инструмент у тебя, ну, к тебе говорю, это вот этот, ну, когда не залезем, раскаленный, вот, и как бы человек там уже делал узлы, себе не осознаваться, или что-то еще делает, то есть, здесь произойдет так же, потому что про обличников, но очень много было номифологизировано еще в 19 веке, сейчас, как же это, нет, 20-20 точно было, господи, как это, нашумевшее произведение, про обличников, которые там, занимались информацией, а? Сколько и скважинок? Не-не-не, другое, другое, ну, ладно, здесь уже важный, это такой уже новодел, вот, там тоже очень много, там, просто накручено, то, что все очень жестоко, плохо, царь, значит, паранойка, еще что-то, но у царя, это принадлежит, почему он жил в таком обществе, и все-таки у него детство задалось не очень, с самого начала, и боярик, которые рядом окружают, тоже стремились к власти, поэтому, там скорее уже просто, в течение обстоятельств, и тот уровень жестокости, который был, он, в принципе, на тот век, он был, там все-таки, это кризисный момент, перформация гуляет, с одной стороны, здесь у нас как-то по-своему все двигается, ну и все на этом, в принципе, просто Ивана Грозного, там, в принципе, что у нас, не так осталось много, об Инастрии Юрьевича, и все там, Федор, ну, а уж, как я скажу, ну, дальше, ну, проще пошел, дальше же, помню, хаос, беспредел, и зашел до Романова, ну, все, примерно так можно описать, как раз, и что происходило, если вот больше сильно убирать все, ну, вот, ну, примерно как-то так, по-моему, быстрее, чем я думал, я думал больше, еще, потому что, если есть какие-то еще у вас положения, о чем-то, ну, можете спросить, вот, там, строили ли ты египтяне пирамиды, да, где их строили, а для чего? вот, и как? Ну, слушать, нет, как, есть, есть даже, по-моему, реконструкторы, которые пытались это сделать, и вроде как успешно получилось, там на бревна, короче, прикатывают бревна, так далее, ну, как монументальное сооружение, то времени, там уже еще, да, сколько я помню, какие-то из них еще используются в качестве астрономических ориентиров, вот, то есть, там, там не было ничего такого, что прям очень тяжело, оно строилось-то не за пять, пять минут, не за пять лет, ну, не высотку построить, там все, вроде-таки долго все это, вот, и, ну, там уже полнабревна, вперед, вперед, в таком формате. а для чего ты проявляешься, ну, там захоронение, как минимум, это вроде нет уже на самом деле, ну, в основных пирамидах уже нет захоронения, в основных пирамидах уже нет захоронения, в основных нет, но там как астрономическая вроде, используется, а там до сих пор не очень понятно, именно, сам смысл оценичения, потому что, ну, есть ряд помещих пирамид, их тоже строят, ну, для уже, знатных особ, царственных царей и так далее, вот, ну, это примерно как вопрос, основных анжел, кто поставил и так далее, тоже монолитные, как они, не газеты, как это называется, в общем, эти вот каменные из военники, тут же поставили, тут же люди, не понимают ничего, ну, нету понимания чего, то есть, то есть, ритуальный какой-то, то ли это, опять же, связано, там, сонсостоянием, там, зимний, ну, есть несколько вариантов, почему это все, но у нас нет окончательного ответа, потому что не сохранилось, даже никто их поставил, ну, я знаю, что современные язычники, на территории Сонхеджи, до сих пор порвают обряды, потому что, вот они там считаются, так это предки делали, какие именно предки, не уточняются к этому моменту, ну, там, они производят, вот такие, манипуляции, вот, пирамиды, что не только у нас, Египт, у нас еще на территории, Америки, центральные, южные, там тоже были, пирамиды, но тоже имели, какое-то ритуальное значение, и в целом, монументальное что-то, но, а тот период времени, оно было популярно, оно просто и популярно, готические соборы, они тоже не маленькие, что на территории, там, англии, перестроили, что на территории, маленькие, но они не маленькие, и строили их тоже не за 50 лет, как правило, а больше, показать величие, еще что-то, ну, с пирамидами Египи, скорее всего, реально, что-то астрономически, просто, ну, не предсказание, там, прогноз какой-то строили, еще что-то, следили за звездами, так далее, вот, для чего не такая фонда, вот, мою голову, и тянули в залезь, что, все, 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 у нас короткая, сегодня вышла лекция, мы что-то думали, что это будет доча, вот, так, иван Галюз, нам убивал, к своей демиде, то слухи ходят, что ли, а, есть, опять же, там тоже, все непонятно, а Нюн ты знаешь, что убивал, там до сих пор разнятся споры среди историков, что там было, было ли мальчик, да, вот, а было ли, там есть этот понятник, это вообще непонятно, потому что, это на те моменты, когда очень мало источников формации, очень спорные темы, и пытаются искрупиться источников формации, верить какую-то, вот, долю правды, а Нюн, ну, не получается, у нас какие-то только догадки остаются, вот, но если когда-то что-то там найдут, еще лучше, а, что еще про Ивана Грозного, то, что он дышал ртутными парами, и поэтому сошел с ума, в конце концов, есть такое еще, вот, потому что тогда эти ртутные парами лечили людей в целом, вот, есть такие версии, поэтому там паранойка, еще что-то, хотя, хотя, ну, вот у человека детства все такое, что у него, начиная, начиная с раннего детства, у него все окружение хотел его ликвидировать, в принципе, там, ничего, только все. у Петра Первого тоже проблема была со стрельцами в детстве, да, так что тоже жестокость присутствовала, ну, да, там присутствовала, там у него с сестрой, у него все то же самое, ну, то есть, это просто дележка власти, там, кто как, кто странствовал, кто нет, но с стороны там, что Генрих, что Екатерина Медичи, это, ну, просто творилась в жизни, ну, каждый по-своему хотел разбираться с властью, а в итоге Англия в 16 веке предстоит подчиняться Риму, Каналической церкви, папа, в принципе, не касается по Украине, а она просто, свободная уже от этого, переводит Библию на английский язык, вот, там еще Китариатрифу проводят именно религиозным форматом, и все, вот, ну, а что же не просто вся эта реформация началась, Марфин Туркинг, чуть не сказал, Марфин Туркинг, короче, Марфин Лютер, он же тоже не просто так начал заявлять про церковь и то, что все делается неправильно, нужны были перемены, перемены получились, потом это вырисовывали савгустийские воины, в том числе, тоже там протестанты, ну и все, ну там в целом такое было вот, стихийно, там все иброй перегулялась, вот, в этот момент времени примерно, то есть, после ориенований, он там борется с мамилюками на территории Египта, по городу, в мире происходили интересные вещи, именно здесь я был прежним, все, 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 все,